МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! А вы знаете, что рыбу в Средней Азии потрошат не только через брюхо, но иногда и через спину. Посмотрите, как это происходит. Берут рыбу, разрезают ее ровно по спине, и она разворачивается вот так. Это очень удобно, когда рыбу хотят целиком обжарить в казане большом, либо запечь ее в печи. Именно в тандыре мы ее и запечем. Запекать мы будем вот на этом большом блюде. Но дело вот в чем. К этому блюду рыба пристанет, даже если мы смажем его хорошим топленым маслом. Чтобы этого не произошло, можно, к примеру, посыпать блюдо крупной солью. А с другой стороны, можно поступить и иначе. Можно взять морковь, можно порезать ее такими тоненькими лантями, и просто-напросто засыпать ими все блюдо. Про масляную морковь точно ничего не прилетит. Поэтому просто выкладываем рыбу. Кажется, здесь немножко ее надо еще дорезать, распластать так, чтобы она улеглась на блюде, как положено. И вот что. Эта рыба будет готовиться под соусом. Причем соус для этой рыбы будет готовиться прямо здесь, прямо на ней. Вы видали соус для рыбы без лука? Вот и я нет. Посыпаем лук на рыбу, и следом за луком сразу соль. К рыбе замечательно подходят черный перец и кориандр. Аромат болгарского перца и острота перца чили очень украсят наше блюдо. Ну и, конечно, чеснок. Куда же нам без чеснока? Как это можно рыбу без чеснока готовить? Ну и, конечно, зелень. Причем зелень, знаете ли, можно не рубить слишком мелко. Можно просто порвать ее веточками и положить сверху рыбу. Вот так. Обязательно несколько листиков ароматного базилика. Обязательно, куда без нее, нашу любимую кинзу. И немного укропа. И самый главный ингредиент нашего соуса для рыбы – это томаты. Очистим их лишь слегка. Лишь с одной стороны от кожицы, а дальше просто натрем их натерки. Кожица останется у нас в руках. Смотрите сюда. Мы натерли целых два помидора. Обязательно все это надо посолить. Больше того, вам скажу, присыпать сахаром. Сахар нам нужен для того, чтобы сбалансировать кислоту томатов. И добавить специи, которые хорошо сочетаются именно с томатами. Я думаю, что это паприка и жгучий перец. Молотый. Рыба подготовлена. И ее можно ставить в печь или в духовку. Обязательно в очень хорошо разогретую духовку, в которой включен еще и верхний гриль. Ведь посмотрите, рыба у нас осталась под слоем овощей. Но скажите мне, пожалуйста, вам это ничего не напоминает? Лично мне это напоминает пиццу. И поэтому со второй рыбой давайте попробуем хулиганить. Для начала сделаем все то же самое со второй рыбой. Раз пицца – значит сыр. Но раз сыр – значит как минимум два вида сыра. Один у меня мой домашний, который я сам готовлю. Мягкий рассольный сыр. Его я просто порежу кусками и разложу поверх рыбы. А поверх сыра наши томаты. Все те же самые специи. И, конечно, пармезан. Многие могут мне сказать. Сталик. Соус для пиццы готовят. Все правильно. Готовят. Обжаривают или подготавливают каким-то термическим образом ингредиенты для соуса, который идет на пиццу. Потому что пицца готовится буквально несколько минут. А вот наша рыба будет готовиться там, в печи, при изрядно высокой температуре минут 30. Поэтому соус приготовится прямо здесь, прямо на рыбе. А под ним рыба станет восхитительно нежной, ароматной и вкусной. Сейчас вы все сами увидите. Немного поработаем с кетчупом. Посмотрите. Горят довольно крупные поленья. Ну и пусть горят. Мы их сдвинем в один край, я думаю, сюда, в левый край. Хорошенько уберем угольки из-за лук. И вот прямо сюда, прямо на то место, где только что полыхал огонь, мы поставим блюдо. Хорошая печь. Замечательная. Смотрите, как места много. Надо бы еще что-нибудь сюда поставить. Есть у меня на этот счет одна замечательная идея. Посмотрите, баклажаны. Баклажаны фаршированы фаршем для леванги. Леванги, если кто не помнит или кто не знает, это способ приготовления пищи в тандыре. Практикуется этот способ в Азербайджане, в Линкаране, на самом юге Азербайджана. Там в изобилии растут орехи, там в изобилии растет алча, там в изобилии растет прекрасный красный, очень вкусный лук. И вот этот лук прокручивают через мясорубку, отжимают и потом соединяют с растертыми орехами и с растертой алчой и получают пасту, которую фаршируют, к примеру, птицу, к примеру, рыбу. Но почему бы не нафаршировать еще и баклажаны? Для того, чтобы нафаршировать баклажаны, их пришлось немного отварить. Сначала их надрезали вот здесь, посередине, надкололи по сторонам, отварили буквально 10 минут в соленой, хорошо изрядно соленой воде, а после этого уложили под пресс, для того, чтобы вся эта лишняя вода из них вытекла. И вот теперь эти баклажаны стали пластичными, их стало возможно нафаршировать, и сейчас мы их переложим в жаропрочную посуду, польем еще немного топленым маслом и поставим в тандыр. Больше получаса прошло, как рыба с кит в тандыре. Ароматы тревожат всю округу. И у меня уже не остается терпения. Открою и посмотрю, как у нас что получилось. Вот она. А баклажаны? Вы посмотрите, какие баклажаны. Вы видели такие баклажаны? Через эти проколы в боках баклажаны впитали в себя едва ли не все масло. Знаете, какими вкусными они стали? Попробуйте. Для того, чтобы это приготовить, не обязательно строить такую печь. Можно приготовить и в обыкновенной духовке. Если у вас на даче есть котел барбекю, прекрасно, пользуйтесь и этим устройством. Самое главное, было бы желание. Все остальное будет. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok